здравствуйте ребята меня зовут юрий владимирович на ютубе я провел мастер-класс 22 марта его посмотрели дети родители и высказали пожелание чтобы я записал весь видео курс для начинающих сегодня первое занятие этого курса у меня в руках шахмата я сейчас открываю шахматную доску и в ней у меня игру черно-белого цвета это у меня шахматная доска это шахматные фигуры черного и белого цвета как я сейчас разделяю на две кучки черные и белые фигуры вот так получилось две армии это армия белых фигур это армия черных фигур теперь для того чтобы начать шахматную партию я должен расставить их на шахматной доске вот так выглядит шахматная доска для игры в живую так сказать на ней нужно расставить фигуры давайте посмотрим как же их расставлять расстановка белых фигур ладья ладья шахматная доска квадратная четыре угла по углам стоят белые ладья ладья запомнили следующая фигура это конь вот я ставлю рядом с ладьями и перехожу к установке третьих фигур это слоны родина шахмат Индия и на память о том что родина шахмат Индия где они зародились примерно полторы-две тысячи лет назад в русском языке фигуры слоны дальше мы имеем две ладьи два коня два слона теперь самые высокие фигуры для них осталось две клеточки та которая повыше вот видите вот такая это король это королева куда поставить ну королеву это раньше называли а сейчас ее называют ферзь королева ферзь белого цвета поговорка такая ферзь любит свой цвет белого ферзя я ставлю на белое поле а черный король джентльмен он соглашается на то поле которое ему досталось итак была белая армия в ней тоже есть разделение вот все фигуры которые мы сейчас расставили на первой горизонтали попозже я вам расскажу поподробнее что такое первая горизонталь видите цифра 1 это линия называется горизонталь перед ними я ставлю на вторую горизонталь восемь одинаковых маленьких фигур это шахматные пешки черные фигуры чтобы не терять время я не расставляю они точно так же будут расставляться начну немножко по углам ладьи потом пони слоны король и перс черный перс любит черное поле и король занимает оставшиеся поле пешки на седьмой горизонтали всегда когда вы начинаете шахматную партию это касается особенно когда вы играете с записью белые располагаются на первой второй горизонтали черный на седьмой восьмой это позиция которую вы можете уже расставить потому что начальная позиция все шахматные партии играть в шахматы это значит играть шахматную партию начинается из начальной позиции вот еще обратите внимание вот эта шахматная доска она очень удачно вот так вот складывается посередине между четвертой и пятой горизонталью эта линия называется граница все что располагается вот на первой второй горизонтали плюс вот три четыре свободные это ладель белых пятая шестая седьмая восьмая горизонталь это ладель черных фигур но еще я хочу сказать что пешки это не фигуры фигуры это красивые шахматные фигуры которые располагаются на первой горизонтали это для игры в живую посмотрите пожалуйста вот сюда для того чтобы объяснять можно было ребятам видите издалека придумали магнитную шахматную доску она называется демонстрационная здесь я расставил белые фигуры ладья вторая ладья стоят по углам рядом стоят кони слоны ну они вроде бы похожи на те фигуры которые были там что касается ферзя и короля то они отличаются от тех которыми мы играем в жизни вот это вот фигура вот это вот это ферзь запомнили вот такая ферзь белый ферзь любит свой цвет рядом стоит король вот так выглядит король некоторые путают но вы теперь не будете путать и на второй горизонтали располагаются белые пешки я сейчас снимаю фигуры мы поставили начальную позицию вы теперь знаете но для того чтобы начать шахматное сражение нужно правильно расположить шахматную доску пока посмотрите вот у меня еще одна есть складная шахматная доска вот видите черные и белые здесь четко видно что черные и белые квадратики доска квадратная шахматная состоит из множества черно-белых квадратиков вот из таких квадратиков черно-белых всего 8 вертикали и 8 горизонтали я немножко сбился но давайте снова вернемся и так что же такое горизонталь вот эта линия вот видите я ее выделил это горизонталь горизонтали обозначается цифрами первая горизонталь вторая горизонталь третья горизонталь и так далее седьмая и восьмая на большой демонстрационной доске черные фигуры всегда располагаются вверху а демонстрационная доска именно так стоит а белые внизу на первой и второй горизонтали для того чтобы правильно расположить между играющими шахматную доску нужно расположить доску между играющими так чтобы под левой рукой был уголок черного цвета если вот мы так доску положим вот вы играете белыми у вас черное поле под левой рукой и у меня черное поле вот если я вот эти два поля соединю вот таким образом то получится третья линия которая есть на шахматной доске это диагонали диагонали состоят только из черных полей иногда их называют клетками и соответственно это будет большая черная диагональ в ней считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь полей все повторяю они одинакового цвета эта линия вертикаль эта линия горизонталь обратите внимание и в вертикали и горизонтали идет чередование полей черное-белое 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 в каждой вертикали 4 белых поля в каждой горизонтали то же самое 4 белых и 4 черных если все вертикали и горизонтали равны между собой и в каждой по восемь шахматных полей то диагонали бывают разной длины Вот эта большая черная диагональ. Почему она так называется? Потому что в ней 8 полей. Если мы будем искать другие чернопольные диагоналы, то вот смотрите, вот видите, это самая маленькая чернопольная диагональ, в ней всего 2 поля. Вторая чернопольная диагональ, вот тоже, состоит из двух полей. Вот все шахматные линии, которые нам нужны, будут потом. А почему они нам нужны будут потом? Потому что по этим людям, по этим линиям ходят шахматные фигуры. Итак, что тут мы видим еще на шахматной доске? Мы видим буквы. Сейчас дети рано начинают изучать английский язык, и сразу прежде чем назвать эти буквы, я отвечу на самый распространенный вопрос. Когда лучше всего начинать заниматься шахматами? Я преподаю шахматы уже 33 года, и у меня уже есть некоторая статистика. Так вот, в основном начинают заниматься ребята 6, 7, 8, 9 лет. Но в последнее время очень много появилось ребят 5-летних. Если взять вообще весь диапазон, то самые маленькие ребята, которые у меня начинали заниматься 3,5 года, а самые большие, это 61 год. То есть у меня диапазон такой, что и дети занимаются, и родители, и даже дедушки, и бабушки. Итак, для того, чтобы ребятам было проще изучать шахматы, не только видеоурок, можно обратить внимание на вот эти учебники. Я специально для вас выложу автор Игорь Георгиевич Сухин. Вот, посмотрите. Шахматы, там клетки черно-белые, чудес и тайн полны. Вот эта большая красная цифра означает, что это первый год обучения. Видите, два учебника. Первый год обучения, первый год обучения. Это часть первая, часть вторая. Это один учебник, но чтобы не тяжело было носить ребятам на занятия. Дальше, в каждой части есть еще шахматные тетради. Вот видите, тоже первый год, шахматы, тетрадь, часть первая. Шахматы, тетрадь, часть вторая. Тоже первого года обучения. Занятия я веду, и они рассчитаны на три года. Обращаю ваше внимание, у Сухина, если вы будете искать учебники по интернету, очень много будет книг. Там могут глаза разбежаться. Обращаю ваше внимание, еще раз повторяю, желтого цвета. Это первый год обучения. Дальше. Есть такие родители, которые сами хотят учить своих детей. Вот такая интересная книга. Шахматы. Или учусь, или учу. Это пособие для учителей. Ну и для родителей тоже. Очень часто родители являются учителями. Здесь написано второй год обучения. Но, видите, цифра два. Но надо искать первый год обучения. Просто у меня сейчас нет под рукой этого методического пособия. Вот эти все четыре учебника плюс методическое пособие я называю комплект. Это, ну, так просто. Чтобы выделить из всей той массы учебников, которые издал, написал Игорь Георгиевич Сухин. Очень плодолитый, кстати, автор. Ну, так скажем, учебники все очень хорошие. В будущем мы к ним вернемся. Еще поговорим. А пока вот начальная такая, что ли, вводная часть у нас посвящена шахматам. Вот я открою учебник. Видите, тут шахматная доска, белые черные клетки. Потом тут картинки. Нужно что-то выполнить. Ну, Сухин вот здесь показывает, что справа от играющего должно быть поле белого цвета. А я говорю, что под левой рукой должно быть поле черного цвета. Это, в принципе, одно и то же. А сейчас я объясню, почему я именно так не соглашаюсь с Игорем Георгиевичем. Ну, потому что, вот посмотрите, буквы. Я сейчас буду их называть. Это латинский язык, не английский. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х. Вообще-то, надо, конечно, было правильно говорить Г, Х. Но почему-то последние две буквы русские шахматисты, российские шахматисты называют Ж, Х на французский маневр. Но если будете говорить Г, Х, это тоже правильно. Ну, раз мы начинаем, как бы, отсчет букв слева, то я имею в виду, что вот это поле, оно самое главное. С него начинается отсчет. Это я, вот, отсчет горизонтали. Да, первый горизонталь. А буквы нужны для того, чтобы обозначать вертикально. Вот видите, А, А. Вот эта линия называется вертикаль А. Вертикаль Б. Вертикаль С. Вертикаль Д. Вертикаль Е. Вертикаль Ф. Вертикаль Ж. Вертикаль H. Шахматную доску нужно знать наизусть и уметь находить поля, какого они цвета. Я практикую такое упражнение. Вот я говорю ребятам, особенно, когда они начинают шуметь, я им говорю. Ребята, закройте, пожалуйста, глаза и назовите по памяти, какого цвета поле А1. Что такое поле А1? Это поле пересечения вертикали. Всегда сначала говорится буква, а потом горизонталь. И получается поле А1. Они должны сказать черное. Сначала они очень часто ошибаются, путаются в цвете. Но если даже особенно не зацикливаться, то они уже где-то, ну, так, к концу года те, кто занимался, они уверенно называют цвет каждого поля шахматной доски. Всего на шахматной доске 64 шахматных поля. Ну вот давайте, например, посмотрим. Вот на эти четыре поля. Это называется центр шахматной доски. Очень важное понятие – центр. Об этом мы еще будем говорить много раз. Вот давайте вот я сейчас сюда покажу. И как определить, что это за поле? Я провожу вниз. Буквка Д получилась. Потом, возвращаясь на место, иду сюда. Четыре. Это поле называется Д4. Это поле Д5. Повторяю, сначала буква, потом цифра. Потом Е5. Ну и Е4. Итак, это центр. Вот это, как повторяю, угол шахматной доски. Угол четыре угла. А вот эти линии называются край шахматной доски. Это вертикаль А, горизонталь 8, вертикаль H и первая горизонталь. Это четыре края у шахматной доски. Буквы тяжело некоторым даются, особенно маленьким. Поэтому автор Сухин придумал такое стихотворение. Я вам сейчас его прочитаю. Он есть в шахматной тетради. Час первая. Мы сидели на крыльце, повторяли А, В, С. А потом спросили, где? Буква Д и буква Е. Папа, дай нам карандаш. Мы запишем Ф, Ж, А. Вот мы, собственно говоря, и закончили сегодняшний урок. Мы познакомились с шахматной доской, которая состоит из черных и белых квадратиков. Они могут быть, вот как здесь, бордовые, бледно-розовые. Но все темные поля, это всегда черные поля. А все светлые поля всегда белые. Итак, вот, черно-белые поля. Здесь мы листаем дальше всю, как бы, первого урока. Но вы уже поняли, что шахматную доску можно вот так, как бы, распилить на 8 вертикалей. Вот видите, тут она как бы разделена. 8 вертикалей. Здесь 8 горизонталей. Обращаю ваше внимание, вертикали и горизонтали равны между собой. Идет чередование черных и белых полей. Ну, здесь дидактические задания идут. Вот, здесь диагональ. У нас тут чернопольная диагональ, а здесь белопольная диагональ. Большая белая диагональ. В ней тоже 8 клеточек. Потом, вот он, центр. Видите, 4 поля. Опять дидактические задания тут есть. Вот, вот так фигуры. Тут показано, как они выглядят. Опять дидактическое задание. Вот. Потом, вот, рисунок шахматной доски. Называется диаграмма. Запомнили? Диаграмма. Ну, все, наверное, тогда. Давайте, желаю вам удачи.